Подготовить детей и молодых людей с инвалидностью к взрослой жизни. Проект «Учебная квартира» от Ассоциации родителей. Детей-инвалидов «Свет» празднует свой седьмой день рождения. В такой квартире есть всё. Стиральная машина, холодильник, микроволновка, утюг, настоящие столовые приборы и многое другое. Здесь дети-инвалиды учатся быть самостоятельными. Сегодня во Владимире работают семь таких квартир. Каждая из них подходит для ребят разных уровней подготовки и возможностей. Любой, кому исполнилось 14 лет, может проживать здесь от одного дня до двух месяцев. Квартира вот месячная такая, одна. И в этой квартире ребят проживают или четыре девушки, или четыре молодых человека. Через месяц команда меняется. Поэтому за год может пройти обучение только 48 человек. Наталья Салтыкова уже пять лет занимается в учебной квартире. Признаётся, поначалу было трудно, но уже сейчас она сама помогает новеньким адаптироваться к незнакомому месту. Мы им помогаем дорогу переходить, в класс провожаем, в транспорт сажаем. И следим за тем, чтобы они в магазине платили деньги за продукты. В каждой квартире работают педагоги сопровождений или социальные педагоги. Любовь Кац признаётся, процесс обучения может занять не один год. Общественная организация тесно сотрудничает с Управлением социальной защиты населения. По словам Елены Берескени, работа по направлению молодые инвалиды и инвалиды по общему заболеванию сегодня даёт положительные результаты. В настоящее время в городе Владимире открыто отделение дневного пребывания для молодых инвалидов, которые проводят реабилитацию именно с такой категорией населения. Досуговые мероприятия, совместные походы или культурные программы, социальный туризм. Все инвалиды, многие в сообществе, они вовлечены в это направление деятельности. Также Любовь Кац сообщила, что вскоре учебная квартира откроется и в Суздале. Она приобретена на средства Эрлангенского дома во Владимире и на средства друзей организации. Квартиру необходимо переоборудовать, выровнять полы, расширить проёмы, сделать их удобными для людей, передвигающихся на колясках. Словом, работы предстоит ещё много. Именно поэтому общественная организация «Ардисвет» будет рада любой помощи. Игорь Липский, Виталий Сергеев, губерния 33.